Всем привет! Всем огромный привет! Адита из Канады. Я еду на работу, взяла свой кофе, буду попивать и с вами хочу обсудить одну тему, которая меня очень-очень волнует. Я, наверное, надену очки, потому что солнце светит, но я надеюсь, что вы не против. Я вот о чем хотела с вами поговорить. Тема насущная, как всегда. О диете и похуделках, девочки. Значит, ну, кто со мной в одной обойме, упряжки, тот понимает, о чем я говорю. Есть люди, которые вообще не толстеют по жизни, есть люди, которые что не делают, то все равно толстеют. И вот есть люди, которые то худеют, то толстеют. И, в общем, как бы всяко-разно. Но я как раз отношусь к людям, которые всю жизнь, в общем-то, сидят на диете. Если кто не знает, то мне 54 года, у меня трое детей. То есть, в общем-то, я знаю, что такое поправляться и худеть. Ой, кофе такой горячий. Я сейчас отхлебну и буду дальше сам говорить. Хорошо. Я, в общем-то, сильно поправлялась всегда после трех беременностей, конечно же. Я очень старательно худела после них. В общем-то, мне всегда это удавалось. Больше того, я вам скажу, что я лет до 18, наверное, была очень-очень-очень худая. Я весила 48 килограмм. Рост мой метр шестьдесят. И, в общем-то, как бы я ела все подряд. И я не поправлялась. И все было нормально. Но где-то лет с 18, с 19 я стала поправляться сильно. И особо тоже не парилась по этому поводу. Потому что, знаете, когда мы молодые, мы как бы, ну, немножко пухленькая. Но, в принципе, в молодости это как-то все молодые все красивые. Независимо от веса и от фигуры. Почти, в общем-то, в основном. И вот я поправилась. Потом я родила первого ребенка своего. Я была совсем молодая. И я очень сильно поправилась. И вдруг, знаете, а у меня остались привычки человека худого. Я носила короткие юбки. И я, в общем-то, как-то не видела себя в своем весе. Я считала, продолжала считать, что я еще очень даже ничего. До одного прекрасного дня, когда я тогда училась в институте. И пришла на пару, значит, в короткой юбке. И сзади за мной девчонки, кто-то из них, я уже не помню, сказали. Боже мой, каждая корова на себя пялит короткую юбку. И тут я так, знаете, ужаснулась. Подумываю, ты про меня? Это я? Боже мой, нет. Но потом, знаете, это как-то заставило меня взглянуть на себя с другой стороны. Я действительно пришла домой, посмотрела на себя в зеркало. И поняла, что я очень сильно поправилась. У меня тогда не было весов. Я вообще не смотрела за своим весом. Я привыкла, что я всегда была очень худая. Поэтому я как-то пропустила вот этот момент. Момент тогда, когда я, в общем-то, сильно поправилась. И стала уже совсем не очень худая. И с тех пор я как бы вот занялась своим похудением, я занялась своей фигурой. Я стала смотреть, что я ем, что я не ем. У меня появились какие-то такие привычки. Не есть вечером, не есть жирное, не есть сладкое, не есть то, не и сё. И, в общем-то, вот так вот я практически всю жизнь на этом как-то держалась. Знаете, я периодически немножко поправлялась, когда я отпускала, так скажем, божьи. Потом я снова бралась за себя, я снова худела. Ну и с каждой беременностью, конечно, я очень сильно поправлялась. Но я довольно быстро сбрасывала вес. Где-то месяца за 4, за полгода я возвращалась в свой нормальный вес. Потому что я очень этого хотела, я очень старалась. Сняла очки, так мне кажется лучше. И вот мне стукнуло 50 лет. Мне стукнуло 50 лет, и я была в какой-то очередной своей фазе поправления, по-моему. И я решила, что мне пора худеть, потому что я опять немножко набрала вес. И можно, в общем, как бы немножко попробовать его подсбросить. И вдруг я с ужасом поняла, что больше ничего не работает. То, что работало раньше, то не работает сейчас. То есть я увидела, перестала вкус сладкое, стала очень следить за тем, что я ем. Стала очень следить за тем, когда я ем, в какое время. И я поняла, что это, ну, и ничего, и никакого толку. Вот. Но, и как-то это меня, знаете, меня это как-то очень, ну, как бы, я так махнула рукой. И сказала, ну, что будет, что-то будет. Раз я вот так вот себя ограничиваю во всем, и все равно не худею, значит, я буду все есть. Я стала все есть. В то время, когда я хочу, я бы правилась еще. Потом я снова, значит, переставала все кушать. Потом это не помогало. Я снова, значит, садилась на диету. Ну, диета не диета, девочки. Я должна сказать, что это не была прям диета. Я ела почти все. Единственное, что я, как бы, ограничивала в дозах, в размерах, в порциях. И старалась не есть очень много сладкого, очень много калорийных вещей. Старалась вообще их не есть. Хотя ела, конечно, не совсем, что я уже совсем не ела. И плюс ко всему я старалась, конечно, не есть поздно вечером, что тоже не всегда получалось. Потому что то гости, то муж пришел с работы поздно, садится ужинать, и я сажусь с ним. В общем, не всегда получалось так, как я хотела. Простите меня снова в очках, потому что солнце-то заходит и выходит, и я, значит, вот это вот. Да, неважно. Короче говоря, какое-то время назад я решила взяться за себя полностью. И я очень много слышала про интервальное голодание. И я подумала, что... Ну, в общем, это мне подходит, потому что я спокойно, наверное, смогу не кушать 16 часов. Ничего такого в этом нету. И я пыталась сидеть на интервальном голодании, но, опять же, без особого успеха. Потому что вот все равно вечером то орешек, то маленькую шоколадку, то яблочко, то мандаринку, то йогурт, то просто кофе попить с молоком. Кстати, я пью кофе и чай без сахара уже очень-очень много лет. Лет 30, наверное. А молоко добавляю в кофе, в чай нет. В общем, ну и принцип-то там в том, что вы должны вот эти 16 часов, в которые вы ничего не едите, вы должны есть ничего, это значит ничего. Это ни орешек, ни кофе, ни... Ну, вообще ничего. То есть все, что имеет хоть одну калорию в своем, так сказать, составе, не должно попадать в ваш организм. И кофе, по-моему, черный. Считается, что можно, но, по-моему, там тоже есть несколько калорий. В общем, и я считала, что я сижу на интервальном голодании. На самом деле, я ничего на нем не сидела, потому что я говорила себе, ну, подумаешь, я съела один орешек. Или утром я встала и выпила кофе с молоком. Но это же не еда, на самом деле кофе с молоком – это еда, потому что молоко имеет калории, и таким образом вы отправляете калории в свой организм, и, в общем-то, это все не работает. И какое-то время назад я послушала одну блогершу, и она рассказывала, что она, значит, сидит на интервальном голодании, и она пользуется аппом в телефоне, аппликейшн, который считает вот эти 8,16, значит, и вот ей это очень помогло, и я еще тогда подумала, что, ну, правда, что, как бы, взрослые люди, вы не можете сами посчитать свои 8 часов и 16 часов, сколько вы не едите, как бы это не… ну, зачем апп, да? И, ну, кроме всего прочего, она тоже сказала о том, что не должно быть вообще ни… то, что вы, там, выпиваете утром кофе с молоком, это не считается, это уже не считается интервальное голодание, это уже считается, что вы поели. Потому что молоко, конечно, имеет калории. И я, знаете, так себе говорила, я утром вставала в 7 часов, в 8 я выпивала кофе с молоком и не ела до 12. Я говорила, у меня такой большой перерыв, вот я вчера очень поела, а сейчас до 12 дня я не ем, и вот все равно ничего не помогает. В общем, короче, я так вдохновилась и поставила себе тоже аппликейшн, этот апп на телефон, он называется Zero, но есть очень много аппов разных всяких, я поставила этот Zero, потому что она, у нее этот Zero, и я следом за ней тоже это сделала, и я вам хочу сказать, что это, конечно, ну, я не знаю, я не могу сказать, что это 100%, ну, в общем, он просто вам считает время, сколько вы не ели, но он такой нудный, он вам посылает сообщения, месседжи какие-то, иммилы, как вы себя чувствуете, не хотите ли вы покушать, типа, come on, знаете, не надо мне вот это, я не люблю это все, я, вот, там, например, какие-то бэджи выдают, ну, вот, как значки, типа, вы заслужили значок, потому что вы целую неделю, значит, соблюдали ваш пост 16 часов, там, мне, я уж там, собирает мне какие-то значки, что мне это все так смешно, в общем-то, скоро мне дадут медаль золотую от аппа, но факт тот, что я вам хочу сказать, что поставив апп, я стала соблюдать это железно, вот так интересно, ну, вот, я вот, знаете, вы как будто себе ставите на счетчик, и вы не можете его подвести, вы не можете подвести свой аппликейшн, что смешно звучит, я понимаю, это глупо, конечно, но на самом деле, ну, это действительно есть в этом что-то, вот, для меня это работает, например, я поставила этот апп, я его включаю, например, последний раз я ужинаю в 6 часов, и до 10, по-моему, я делаю 8-16, до 10 утра плюс я ничего не ем, и даже вечером, когда мне хочется орешек или шоколадку, или мой муж садится кушать, приходит с работы, и я сажусь рядом с ним, и я пью воду, я ничего не ем, раньше я садилась, что-нибудь там кусочек ничего хватало, кусочек того, кусочек сего, все понемножечку, вроде же, знаете, как это не считается, да? А вот этот апп меня держит, он действительно меня держит, и когда мне муж говорит, идем кушать, садись, посиди со мной, покушаем, значит, поедим, и я вот так вот, не-не, я на счетчике, я могу только с тобой водичку попить, и он уже тоже знает, что я на счетчике, и дети мои знают, что я на счетчике, поэтому маме нельзя предлагать кушать, и сама себя вот это дисциплинирует, вы знаете, что это действительно дисциплинирует, это действительно работает, А теперь о результатах Я, собственно, хотела вам сначала рассказать Что я поставила себе аппликейшн Что я такая молодец Я теперь все соблюдаю И хочу посмотреть на свои результаты Но сразу я это видео не записала Решила подождать немножечко И посмотреть на свои результаты И рассказать вам об этом Что вам сказать, девочки? Результатов почти что нет Как это ни грустно, ни печально Несмотря на то, что я свято соблюдаю Я даже утром, когда встаю В принципе, считается, что черный кофе попить можно Хотя в нем есть или чай Хотя там есть одна калория Но тем не менее Я даже не пью ни кофе, ни чай утром Я действительно не ем вообще ничего Ничего-ничегошечки до 10-11 утра То есть, в принципе, это совсем не тяжело Это вообще ни разу не тяжело Потому что покушавший, поевший последний раз В 6 часов вечера Что нормально В общем-то, и не надо позже Я не голодная совсем к вечеру Я совершенно не голодная Потому что я То, что я ела раньше Как бы после 6 Это я не ела с голоду Это, знаете, такая социальная еда Когда вы с кем-то садитесь вместе покушать Или вы чего-то хотите себе засунуть в рот Потому что вам просто грустно Вам скучно Вы устали Вы себя жалеете У вас плохое настроение И вам хочется чем-то себя порадовать Мороженка там Я не знаю В общем Яблоко тоже даже В принципе Хотя считается, что яблоки можно Но тем не менее Вот если вы делаете Вот это 8-16 Вы не можете ничего Даже яблоко Короче говоря Значит, я Последний раз Принимаю, так скажем Пищу в 6 часов вечера И до утра До 11 До 10 до 11 утра Я не беру крошки У меня нет во рту Я пью только воду утром Что или вечером Что на самом деле Как бы не тяжело Это совсем не тяжело Потому что любой нормальный человек Поевший в 6 часов вечера Не должен утром нести сразу К холодильнику и кушать А вполне может дотерпеть до 10 То есть я не могу сказать Что я голодаю Или я очень хочу кушать Совсем нет Я абсолютно спокойно Могу это выдержать Но я хочу сказать Что результатов у меня Я не похудела ни на грамм Вот сейчас я уже 3 недели прошло И я вам могу сказать Вот весы стоят как приколоченные Я взвешиваюсь каждый день И я не вижу результата Ни одного грамма у меня не ушло Какой был вес, когда я начинала Ну, может быть, там 300 грамм у меня ушло Знаете И то сказать Потому что я начинала в понедельник А после выходных Мы всегда немножко весим больше Потому что там, знаете С семьей больше Вы как бы находитесь И вы куда-то ходите Или там где-то кушаете Ну, в общем, короче После выходных Может быть, в понедельник У меня немножко был больше вес Единственное, что Вот сейчас за выходные Я тоже абсолютно ничего не набираю Обычно за выходные Я набирала где-то килограмм А сейчас я ничего не набираю Потому что, ну, вот так вот вес Но он стоит у меня на весах Столько, сколько было До того, как я начала худеть И ни грамма меньше Меня это очень-очень не воодушевляет Я бы сказала даже наоборот Ну, вот то, что есть Да, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что по весам У меня не ушел вес Но по объему Я абсолютно точно это вижу Например, у меня была Очень проблемная зона Это живот Животик И он у меня сдулся Немножко Не совсем, конечно, 100% Но он у меня немножко сдулся То есть, вот он какой-то Не такой сейчас Набитый Надутый Я это вижу по вещам Я это вижу по своему Самоощущению Вот То есть, вот по объему У меня ушли Не только в животе Вот талия немножко Там, в общем, как бы Я вижу, что По объему я стала лучше По весу абсолютно ни грамма Я не убавила Не спустила за 3 недели Но я соблюдаю абсолютно Я вот клянусь вам Что я не нарушаю вообще То есть, даже Никак, ни разу И я не кривлю душой Я действительно соблюдаю 100% Вот такая ситуация, девочки Вот такое дело И я вот Хотела вам это рассказать И спросить Вашего совета Был ли у вас опыт С интервальным голоданием Может быть, я слишком Рано жду результатов Может быть, 3 недели Это рано Может быть, надо там Месяц, например А потом начинается Да, в течение дня Я хочу сказать Что я не наедаюсь Как бы Я понимаю, что Если вы 16 часов не едите И 8 часов вы едите Это не значит Что 8 часов Вы должны набивать себя Как фаршированная утка Всем, чем попало Я, в принципе, как и ела Так и ем Я могу себе кое-что позволить Но я, допустим, ем 2-3 раза в день Как правило, 2 раза в день Потому что за 8 часов Я просто не успеваю Больше есть Могу сделать какой-то перекус Как правило Первый мой завтрак Вот этот самый Такой После 16 часов Я ем, допустим, тост Из Whole grains Хлеб Это Цельнозернового хлеба И авокадо И кофе Вот это мой завтрак Потом Что-то у меня Допустим Салат Рыба Или курица Вот такая вот еда Я могу еще Действительно Я могу съесть И сладенького что-то Очень чуть-чуть И каких-то орехов И сухофруктов Никаких печеней Как правило Я вообще их не люблю Там Что еще Ну, в общем Вот такие вот вещи То есть я не Не объедаюсь Не обжираюсь Не ем особо жирного Практически Не ем Сладкого Очень небольшой У меня колораж За день Я не считаю Но я просто знаю Что я как бы Не ем ничего такого Что И последняя у меня Еда в 6 часов После 6 Даже раньше Иногда в 5 Я перестаю кушать В общем Вечером Я тоже не наедаюсь И вот такие результаты То есть я Не знаю В общем-то Может быть Мне нужно Не делать больше Чем 8-16 Потому что Есть 18,6 Может быть Чем старше Ты становишься Тем больше Промежуток Вот этого Голодания Нужно Нужно соблюдать И делать Не знаю Трудно сказать Но в общем Девочки Посоветуйте мне Если вы Кто-то Кто-то из вас Знает И кто-то из вас Делал Интервальное голодание Как это у вас Работает И работает ли И в общем Вот такой вот Буду держать вас в курсе Вот буду держать вас в курсе И рассказывать Что происходит Подожду еще немножко Через какое-то время Снова сниму Такое видео Может быть На тему о том Как я Есть ли у меня Какие-то результаты Ну Знаете То, что есть Результат в объеме Это в общем-то Тоже уже неплохо Да Но вот мне странно Что по весам Ну просто вот как Вообще Флаг То есть Не грамма Я не скинула Ну может быть Ну может быть Грамм 300 Максим Да Все Вот такое вот У нас сегодня Видео Про диеты Про похудалки Девочки Люблю Целую Всем пока-пока Привет из Канады От Диты Увидимся скоро В следующем видео Бай-бай Субтитры сделал DimaTorzok